Всем привет! Ты же расслабляешься? Ребята, мы с Линой очень рады, что мы наконец-таки вернулись. Мы закончили сессию, а кто-то защитил диплом. Теперь мы свободны, как птицы, можем записывать видео, радоваться, веселиться. Но просто так видео снимать не начнешь, потому что навыки-то уже потеряны. Поэтому мы придумали такой тег. Называется он? Называется он? В три этапа. Сейчас Лина нам подробно расскажет, потому что это она буквально 5 минут назад. Значит, у нас существует три этапа. Мы нарезаем карточки. Первый этап – это 6 карточек. Каждый по 3 вопроса остается, который начинается со слов «любимый» и «любимая», «любимая еда», «любимая что угодно». Следующий этап – это чтобы мы развивали свою речь и Лина распечатала скороговорочки. И следующий, последний этап – это у нас написаны слова, и надо смотреть на них, и быстро говорить ассоциацию, и вообще не думать. И мы думаем, что это будет интересно, и вам понравится. Да, а сопровождать наше выступление будет вот такая вот замечательная музыка, которая сейчас играет у нас в парке, и просто сейчас готовится какой-то концерт, и люди тренируются. Поэтому вместе с нами, под аккомпанементом, давайте начнем. Давай. Итак, прошу обратить внимание. Вот у нас карточки распечатала дорогая Лина на бумажечках «Том-2». Это не важно. Там есть кто-то прокомментирует? Да, есть. Когда мне было 11 лет, я встречалась с мальчиком в школе, и я купила чеки любви. Что ты купила? Чек любви, вообще-то. Там... Ты можешь мне представить, что такое чек любви? Это что тебе это? Все, я заплатила деньги, чек. Ты не видишь, что это? Чек все, любовь моя. Вот, действительно, сопло. Подпись владельца. Дом-дома. То есть, вот, я обещаю сказать ля-ля-ля, своей любви к тебе. Отдаешь мальчику потом, он выкидывает это, а ты думаешь, что ему приятно. Ну, все нормально. Ну что, давай, начинай, оцени. Начинаем. Господи. Любимое блюдо, приготовленное кем-нибудь из родственников? У меня это бабушкин грибной супчик. Я его ни на что не променяю, и мне надо тоже научиться его готовить. Любимая комедия? У меня любимая комедия это Крутые перцы 2. Очень крутой. Ты не посмотрела его? Нет. Крутые перцы 2. Посмотри. Да, нереально крутой. Причем, я не знаю, что такое Крутые перцы 1. Я пыталась найти в интернете, но не нашла. Но когда я обнаружила Крутые перцы 2, он просто потрясал. Бима, исполнитель в детстве. Группа Руки Верх. Филипп Киркоров. Я вообще думала, что это мой отец в детстве. Ну, как его? Ну, ты прям раскатывала. Ну, ладно. Либо мы это не записали. Записали, но не вставили. Вырезали. Ну, давай, расскажи. Давай, уже просылай. Я думала, что мой папа, он просто тоже брюнет. Я почему-то думала, что он одевает какую-то супер-маску и поет песни, и что это Филипп Киркоров. Ну, как Хана Монтану, знаете. Типа он такой поет в маске, но чтобы в личной, в обычной жизни его не узнавали, он мой папа. И я даже плакала, когда он пел грустные песни. Я думала, что это все мне посвящено. Но потом я поняла, что это Алки Пугачевы. И все. Давай дальше. Любимый мультгерой. Мне нравится девочка. Давай быстрее. Трахтелки едет. И проезжай ты вот. Мне нравится американский папаш. Вы видели? Да. Он крутой. Любимая книга. О, боже. Вообще была Ремарк 3 товарища, но потом я прочитала недавно книгу «Падение наших звезд». Как-то так она называется. Она сейчас самая популярная в Америке. И по ней выходит фильм в сентябре. И она написана очень молодежным языком. Поэтому прочитайте. Любимый набиток всех времен. Не знаю. Наверное, безалкогольный магниток. Потому что я его люблю пить и зимой, и летом, и всегда. Так что вот. Блин, у меня по животу течет капля пота. Ребята, вы просто не представляете, какая у нас жара. Мы будем снимать на улице в парке, как обычно мы это делаем. Но оказалось, что сегодня, мне кажется, градусов 58. У меня просто по животу капля пота течет. Ну, мы закончим. Я думаю, что пора перейти ко второму этапу, потому что у нас какое-то начало скучное. Надо разогреться. Все-таки хороший блогер должен уметь хорошо говорить. А если он коверкает слова, глотает окончание, то что это за блогер? Согласен? Поэтому я подготовила скороговорочки. Итак, у меня есть длинные, есть короткие. С каких мы начнем? Давай с коротких. С коротких? Да. Хорошо. Итак, ты начинаешь. Самая первая и самая короткая скороговорка. Я ее люблю. Еще раз пробеги. Слово бесперспективняк. 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 Ну, все. Три миллиона лимонов для миллионов и миллионов. Нет, ты теперь не смотри. Ань, смотри. Три миллиона лимонов для... Три миллиона лимонов для миллионах, а миллионах. Все, ладно. Ела? Ела. А, причем, ребята, я вам сейчас прочитаю одну скороговорочку. Я тогда сегодня, Белина сказала, что нужно найти скороговорки. Скороговорки. Я зашла в интернет и вбиваю скороговорки для детей. Думаю, ну, проще будет, лучше. Что вы думаете? Я вам сейчас найду, какие у нас нынче скороговорки для детей. Слушайте внимательно. Сняли с надежды цветные одежды. Без одежды надежда не манит как прежде. Это что?! Это детская скороговорка. С ним плюс, нормально. Купили каракатицы, кружевное платьице. Ходит каракатица, хвастается платьицем. Купили каракатицы, кружевное платьица, ходит каракатица, хвастается платьицем. Все в шоке, Бл. Давай, господи! Мне надо закрывать каналы. Были голчата в гостях у волчат. Были волчата в гостях у волчат. Нынче волчата... Ещё раз. Были голчата в го... Ладно, всё, давайте. Были голчата в гостях у волчат. Были волчата в гостях у волчат. Нынче волчата голдят как голчата. И как волчата, голчата молчат. Купила бабуся бусы Маруси, на рынке споткнулась бусы бабуся, не будет подарка юной Маруси, все бусы спевали бабусинки гуси. Жирар, жжёт Жирара, для детей. Забежал Жирар, пожар, жжёт Жирара. Давай тогда по очереди читать. Забежал Жирар, пожар, жжёт живьём, Жирара, жар, избежал Жирар, жжёт кошмаром. Так, ладно, последнее попытки. И потом тут смонтируешься, но ты не с ноги научишься. Давай, давай. Забежал Жерар пожар, жжет живьем Жерар ажар, избежал Жерар кошмар ажан ажаром жжет Жераром. Блин, а будет видно у тебя хороший фотик, как Смис? Да мне кажется, я убил и видно, что я уже все красная, как свинья. И подная. Дальше. Как известно, вот это мне очень понравилось, как известно, бобры добры, добротою бобры полны, если хочешь себе добра, надо просто позвать бобра, если ты без бобра добры, значит сам ты в душе бобр. Как это накуренная. Попробуй уже читать это быстро. Как известно, бобры добры, добротою полны, как известно бобры добры, добротой бобры полны, если хочешь себе добра, надо просто позвать бобра, если ты без добра Добр значит сам ты в душе бобр Нормально И последний этап нашего Теда После него мы уже точно Нам будет все по плечу И мы следующее видео запишем просто Бест оф зе бест Там здесь, проходи, зачем оббегаешь Давай здесь прямо идти Красава У нас прям все Словом мы к нему быстро ассоциации Быстрее Раз, два, три О господи Таксист воняет Квас Червят Пятка воняет Я кажется ты заранее придумала ответ Нет, пятка шуршала Зебра воняет Кость сломана Певица Пугачева Я знала Купола Улитка, макароны В общем после долгого перерыва У нас видео наверное получается не очень Но мы попробуем как нибудь его смонтировать Так чтобы вам понравилось Да ты смонтируешь так Ребята надеюсь что вам было интересно смотреть это видео Мысли на немножечко размялись Оставляйте побольше комментариев Таких видео которые вы бы хотели увидеть Точно! Потому что у нас фантазии не очень много Как бы она у нас сейчас работает Но не в том направлении Вот Мы хотим отдыхать просто У нас сейчас отдых Релакс Тай А на моем канале возможно будет влог Этого дня прекрасного Так что переходите на мой канал И ссылка внизу И все И до свидания Я не могу ничего говорить Когда у меня течет капля пота Пошли Видеоблогеры! Ля-ля-ля!